ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему так сложно найти Дзантиево? Подавшийся в бегае к СМР Владикавказа находится в международном розыске уже год, но поиски еще ни к чему не привели. Как заверил министр внутренних дел Михаил Скоков, дело осложняется трудностями во взаимодействии с иностранными государствами. Я не должен раскрывать им некоторые интересы Министерства внутренних дел, но есть определенные трудности работать с иностранными государствами. И потому бывает то, что взаимодействие у нас осложняется в этом направлении. Но мы работаем, не успокаиваемся, и я думаю, что оно найдет логическое завершение. Ранний министр обещал, что беглеца найдут в короткие сроки. Однако, по его словам, гуд поисков это не так уж и много, учитывая, что некоторых преступников ищут по 10, а то и 20 лет. Я не говорю, что тут же найдут. Заметьте, я что в жизни обещаю, я всегда выполняю. Однако известны и другие факты. Например, известного российского преступника, главаря ОПГ Аслана Гагиева, нашли спустя 4 месяца после того, как он был объявлен в международный розыск. Между тем, дело Сергея Адзантиева, обвиняемого в растрате многомиллионных бюджетных средств, передано в суд. Заочно он арестован. Без внимания не остался всплеск самоубийств. За неполный месяц зафиксировано 7 случаев, в числе которых трое из рядовых правоохранительных органов. Министр заверил, что количество суицидов за полгода 2018 года сократилось на 9 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также установлены причины суицида двух сотрудников МВД, и они не связаны со служебной деятельностью. По мнению главы ведомства, руководители подразделений должны были обратить внимание на подавленность сотрудников и помочь им с решением личных проблем. Входит в функциональные обязанности каждого руководителя, непосредственных и прямых руководителей, естественно, воспитание личного состава. Начиная с посещения на дому, естественно, должны знать проблемы. Почему он именно в такой ситуации? И если бы то, что мы сегодня установили, что у него действительно были связаны проблемы, не связаны со службой, они должны об этом были знать и предпринять эти меры, чтобы ни в коей мере это не случилось. Руководители, не доглядевших личные переживания и проблемы подчиненных, накажут. В отношении них уже проводится проверка.